Друзья, приветствую на канале. Сегодня я хочу с вами поговорить о iOS 13.4, которая вышла вчера. Рассмотреть какие ошибки были исправлены от предыдущих релизов, улучшилась ли производительность, добавились ли новые функции, стоит ли обновляться на iOS 13.4, какие есть фишки iOS 13.4. Так что досмотрите видео до конца, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Значит, первое, с чего следует начать, это с того, что размер новой прошивки составляет около 850 мегабайт на iPhone 7. Даже поэтому можно говорить, что есть новые функции и исправили много багов. Итак, что же изменилось? Первый момент – это универсальные покупки. То есть, вы можете осуществить покупку какого-нибудь приложения на вашем телефоне, потом зайти в Mac App Store и также его скачать. Следующий момент – это шаринг папок на iCloud Drive. Если вы используете iCloud Drive, вы можете открыть общий доступ к папке тому человеку, с кем вы хотите поделиться. На телефоне сейчас такое сделать нельзя. Для того, чтобы открыть общий доступ, нужно зайти на компьютере на сайт iCloud.com, ввести Apple ID и пароль, перейти на iCloud Drive, здесь выбрать папочку, которой вы хотите поделиться. И в правом верхнем углу добавилась такая иконочка «Показать участников». Здесь вы добавляете людей, с которыми вы хотите поделиться. Далее копируете ссылочку и отправляете ссылочку тому человеку. Таким образом, вы откроете общий доступ к папке на iCloud Drive. Очень удобно, поэтому можете пользоваться данной функцией. Следующий момент – это пофиксили почту. Если вы активно используете почту, то вы заметите, что есть новые, скажем, фишки. Например, в нижнем углу вместо флажка добавили кнопочку «Ответить». Теперь вы можете ответить, переслать, ответить всем и так далее. Также убрали ошибку, из-за которой письма отображались в неправильном порядке. Следующую ошибку, которую убрали, это когда нажимали на кнопочку «Поделиться». Это производило к неожиданному завершению работы почты. Следующий момент – это добавилось 9 новых стикеров в Memoji. Давайте посмотрим то, что я уже вижу. Вот этот в стикер добавился. Таким образом, друзья, вы можете выражать свои чувства, используя новые стикеры, которые добавились в новый iOS 13.4. Следующий момент – пользователи CarPlay могут использовать сторонний навигатор в автомобиле. Если у вас автомобиль с поддержкой CarPlay, то ваш iPhone и Apple Watch превратится в автомобильный ключ, который вы можете открывать и заводить автомобиль. Также вы можете делиться в личной переписке электронными ключами в iMessage. Следующий момент – это появились новые настройки в Apple TV. А именно, можно выбрать качество воспроизведения и загрузки. По умолчанию они отключены. Но если у вас ограниченный трафик, тогда вы можете зайти в «Настройки». Здесь ищем «ТВ» и выбираем «Качество воспроизведения», выбираем «Экономия данных». Таким образом, Apple будет потреблять до 600 МБ в час. Качество, конечно, снизится. Но зато будет экономия трафика. Следующий момент – в приложении Safari. Если вы нажимаете на ссылочку, то появляется такое икошко, и можно нажать кнопочку «Открыть». И новый сайт открывается в том же окне. Таким образом, увеличивается быстродействие и открывать ссылки и разные картинки будет легче. Также устранена проблема в Safari, из-за которой копча могла отображаться некорректно. Следующий. В приложении «Камера» исправлена ошибка, из-за которой после запуска видеоискателя могут отображаться черные экраны. Сейчас такого нету, так что можете пользоваться и проверять. В приложении «Фото» исправили ошибку, которая приводила к сбою экспорта изображения в сообщении, если iMessage был отключен. Также исправили ошибку, из-за которой отображался неверный объем памяти в приложении «Фото». Следующий момент. В «Напоминаниях» исправили ошибку, из-за которой могли отправляться новые уведомления о завершенных напоминаниях. Сейчас такого нету. Следующая фишка. Это появилась функция восстановления операционной системы по воздуху. Но она пока не работает так, как находится в разработке. Совершенно ясно, что предназначение этой функции состоит в том, чтобы окончательно отказаться от восстановления системы при помощи iTunes. Друзья, что хочу сказать о производительности. За то время, которое я тестирую iOS 13.4, пока я довольный, могу охарактеризовать только с положительной стороны. По батарее существенных изменений также я не заметил. Хочу сказать, если у вас iOS 13, то я рекомендую обновиться. По крайней мере, хуже точно не будет. Друзья, обновляйтесь. Пишите в комментариях, как работает, какие есть баги. Надеюсь, что видео будет полезным. Так что оценим видео пальцем вверх. Подписываемся на мой канал. Всем удачи и пока!